Полицейские, вооруженные наукой. 1 марта 100-летний юбилей празднует экспертно-криминалистическая служба МВД. Их работа интеллектуальна, их вклад в раскрытие преступлений сложно переоценить. Ведь именно эксперты-криминалисты ответственны за осмотр мест преступлений и поиск улик. Выводы, которые дают эксперты в рамках производства экспертиз любого вида, не только касается ДНК, но и других видов экспертиз. Это касается и бухгалтерских, и химических, и традиционных экспертиз. Таких как дактилоскопия, трассология, баллистика, почерк, техника-криминалистическая экспертиза документов. Все они нацелены на то, чтобы идентифицировать либо преступника, либо следы, оставленные преступником, и дать, так скажем, оказать помощь следствию. Дактилоскопическое исследование, наверное, единственное за сто лет практически не изменилось. За исключением новейшей базы данных, в которой хранятся все когда-либо изъятые отпечатки пальцев. Но, как и век назад, главный инструмент в работе криминалиста – зрение. А точность исследования зависит исключительно от его внимательности и профессионализма. Но прежде чем занести все в программу, эксперт-криминалист, он все делает это вручную, скажем так, глазами по старинке. Потому что машину можно обмануть, а глаза не обманешь. Эксперт берет увеличительное стекло и сравнивает то, что есть на липкой ленте, от копированных следов, и с отпечатками пальцев рук на захотелокартах. Работа крепотливая, сложная. Я ее называю, надеюсь, 10 отличий или 10 совпадений. В других направлениях прогресс далеко шагнул вперед. На службе экспертов-криминалистов сейчас самые современные гаджеты и даже целая ДНК-лаборатория. А этот прибор позволяет с точностью распознать поддельные документы или денежные знаки. Сотрудник обучается специально данному виду допуска и смотрит, изучает эти денежные билеты в различных приборах. Этот прибор совмещает в себе одновременно несколько приборов. Начиная от микроскопа мы увеличиваем изображение до нужного нам размера. Вот, наводим на резкость. Можем еще больше увеличить, например, да, чтобы рассмотреть мельчайшие и мельчайшие какие-то вещи. Постоянное развитие. Таков принцип работы экспертов-криминалистов. У Валентины Черных 8 допусков по различным экспертным направлениям. Кроме исследования документов, фототехнической и портретной экспертизы. А еще она многодетная мама. И постоянную учебу и работу умудряется совмещать с домашним хозяйством. К празднику дети сотрудников подготовили для них творческий подарок. Выставку рисунков и поделок, посвященных нелегкому труду родителей. Так мамину службу видит дочь Валентины. Работа сложная, работы очень много. Иногда приходится домой приносить работу, потому что не успеваешь сделать все необходимое. Иногда поднимает и ночью, иногда поднимает рано утром, выходные дни. Но детям внимания уделять надо. За свою столетнюю историю в Ивановском ИКЦ появились десятки новых направлений экспертизы. Но постоянное движение вперед продолжается и по сей день. Готовится у нас к открытию видеотехнической экспертизы, финансовый кредит. Мы стараемся обучать сотрудников, не только молодых, но и уже имеющих достаточный опыт и в практической работе, совершенствовать свои знания, получать новые знания. Не дать преступникам ни единого шанса остаться безнаказанными. С этой задачей криминалисты успешно справляются уже сто лет и обещают в новом столетии не менять курса. Оставаться всегда на шаг впереди. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.